Друзья, уважаемые товарищи, Побратимы, воины, советской армии, молодежь, сегодня мы в очередной раз стоим у подножия этой святой могилы, где лежат тысячи бойцов, несломленных бойцов, павших жертвой чудовищной машины уничтожения нацистов. Мы собираемся традиционно каждый год и, казалось бы, наверное, может быть это излишним, но, увы, увы, к сожалению, некогда великая советская Украина потихонечку сползает в нищету, бесправие и нацизму. Буквально несколько дней назад в Тернополе депутаты единогласно проголосовали о переименовании спортивного сооружения стадиона имени Романа Шухевича, Гауптмана, Вермахта. Вдумайтесь, уважаемые друзья, что можно сказать про этих людей или людишек, которые так цинично и нагло попирают волю миллионов других людей, которые не приемлют нацизм, бандеровщину, коллаборацию. Они подлинные сепаратисты. И, как сказал в свое время Эйнштейн, что по ошибке в их головы вложили мозг, им бы хватило спинного. Но, тем не менее, тем не менее, это у нас происходит. И, к сожалению, тот президент, которого все видели, как Голобородько, президента, который накажет преступников, оказался преступником еще большим, чем предыдущий президент. Думайтесь. Они нарушили Конституцию. Там нету слов ни революции, ни переворот. Этот президент покушается на высший конституционный орган. Это Конституционный суд. Он запрещает, вопреки Конституции, законам Украины деятельность телеканалов. И последнее его, как сказать, сюрприз. Несмотря на то, что в Конституции записано, что депутаты не отвечают за голосование, результаты голосования, он готов против 236 депутатов возбудить уголовное дело. То есть идет полное нарушение Конституции, беспредел. С этого национали и нацисты. Поэтому, уважаемые друзья, мы ходим сюда, чтобы и мы помнили, и чтобы помнили тех, кто здесь не присутствует, что такое нацист, и что с ним надо бороться. Я, в свою очередь, постарался изложить вот в этом номере славянки видение нашего будущего фашистами. Называется план ОСТ. Так вот, уважаемые друзья, согласно этого плана ОСТ, Польша, Белоруссии, Прибалтике, Украине, Российской Федерации должно было уничтожить от 30 до 40 миллионов жителей. И даже больше, называют цифру 70 миллионов. Напомню, в годы войны погибло 50. Что было бы, если бы воины Красной Армии не сломили хребет этим мразям, этим подонкам, этим извергам. Наверное, они разували бы это. И через голод, и через расстрелы, диктатуру и так далее. Поэтому, уважаемые друзья, мы должны это помнить, с этим бороться и нести в массы людям, людям, несмотря на всякие запреты, правду о той великой победе, которую мы одержали и о той великой трагедии, которая была совершена здесь, на наших землях, и которая могла быть еще более чудовищна, если бы наши отцы, деды, прадеды не победили. Вечная память павшим и нам памяти, друзья, и уверенности, что наши дела и право, право и победа будет за нами. Спасибо.